Теперь у нас будет возможность посмотреть на наших главных конкурентов. Вот матч чемпионов. Хэнзо Грейси, мастер бразильского джиу-джитсу, против Джеймса Веринга, боксера. Давайте посмотрим на самые яркие моменты последнего матча Грейси. Он производит на меня впечатление, этот Грейси. Очень эффективен, хорошо пользуется ногами. Он сегодня хорошо вообще выступает. Но что здесь мне больше всего нравится, Грейси пользуется ногами. Во всех этих матчах мало кто пользуется ногами, но он невероятно эффективно пользуется всем, что ему дано. И вот он появляется на ринге. Хэнзо Грейси человек, который поднял под себя всех остальных. Он ведет сегодня с изрядным отрывом. Скажите, по сравнению с другими, с Хиггсом, с Хойсом, как он по отношению к нему? Все они уникальны, у всех свой стиль. Я думаю, он сейчас самый агрессивный бразильский спортсмен джиу-джитсу, которого я видел. Его стиль очень агрессивен. Итак, посмотрим на успешный ход Веринга. Да, не очень типичный ход для боксера. Но он держал Эрика Полсона за волосы. Не носил удара по голове. Несколько прямых ударов. Но Джеймс старый воин, который знает, как бросать бомбы. Короче, это будет война. Будет настоящая война. Должен сказать, глядя в лицо Джеймса Веринга, кажется, он недостаточно отдохнул. Однако он не так устал, как мы от него ожидали. Удивительно, как он быстро успевает. Восстанавливается силой. Сейчас посмотрим на цифры. Джеймс Веринг улыбается. Кажется, он здесь фаворит. Рагницы в возрасте 9 лет. Однако Грейси хорошо отдохнул. Хорошо, давайте посмотрим на ринг-анонсер, Джон Хиггинсон. Друзья и джентльмены, и сейчас момент, который вы все остались ждать. Во-первых, он üzerит бомбы. Я уверен. Грейсов, США hero Хиггинона. Пог Nanч за укрой! В своим концológем, он победит Sue colour на карту. Погналы в патте Он победит Бен Сп stretch с четыр Т Reese Гав aiming И в окровой рябре... ...надоступает в рябре... ...саметный из филаристов из Стрикарской division. Он получил его положение в финансе... ...существуя в финансе... ...существуя в квадратный рябре... ...и Ариfig Холсон... ...существуя в семифиновую рябре... ...меди-меди-меди-меди-меди! Добавил субтитры. Добавил субтитры. Если они перейдут на бой в портере, то там будет преимущественное стороне Грейси в течение 10 минут. Совершенно верно. Как видите, Грейси рвется вперед, пытается нанести первый удар. Еще у Грейси будет трудность, как мы видели, с ростом. 6 футов 3 дюйма, но недолго это преимущество удерживалось. И вот Грейси показывает свой опыт. Более высокого кикбоксера он уронил. Грейси очень терпелив. Помните? Именно Грейси сказал... Когда я ему сказал, что схватка будет идти 22 минуты, это плохо, он сказал, это мало. Он знает, как тянуть время. В такой позиции, в такой ситуации он умеет действовать. Теперь это вопрос времени. Именно в этой воде Грейси чувствует себя уютнее всего. Позиция у него весьма превосходящая. Уорринг совершенно не имеет опыта борьбы. И он сейчас просто тратит силы. Уорринг должен встать на ноги. Совершенно верно. Иначе у него ничего не получится. Он должен нанести несколько ударов, перевернуться и постараться сбросить с себя Грейси. Но Грейси очень хорошо это понимает. Посмотрите на ноги Грейси, где они находятся. Вы уже упоминали, что есть определенные искусства и определенные геометрии. Заметьте, где ноги Грейси. Они всегда скрещены под тылующим. Он находится сверху и держит равновесие. Бразильцы называют это позицией на коне. Из этой позиции очень трудно выбраться. Если не удастся, то это почти наверняка проигрыш. Как видите, ноги Грейси тоже могут нанести смертельно опасные удары. Они все в синяках. Но пока он не слишком хорошо их использовал для нанесения ударов. Он делает то, что и должен делать. Пытаться измотать Джеймса Веринга, чтобы тот потратил всю энергию. А когда пройдет время, он применит опыт борца, проведет болевой или удушающий прием. Что странно, он не наносит удары головой по голове. В основном такая ситуация встречается редко. Но с Верингом, может быть, не пройдет удар головой в голову. Может быть, пройдет удар, типа, живот в живот. Ну вот и все. Он постучал по ковру. Видимо, это был удушающий прием против шеи. Веринг просто выдохся. У него не было достаточного количества энергии. Совершенно верно. Он устал. Ну что ж, Боб, раз Грейси было суждено, победите, он победил. Все говорили о том, что он будет фаворитом. Определенные преимущества. Плюс то, что он хорошо отдохнул. Сделал то, что должен быть. Главным ходом было свалить Веринга. Совершенно верно. И тут он перешел в себе хорошо знакомую область. Как уже Боб сказал. Перешел в позицию, которая просто измотает Веринга. После того жестокого последнего боя в полуфинале Веринг не был расположен к затяжному бою. Видимо, он не столько пострадал от удушающего приема, сколько просто выдохся. Я, примерно, такой же прием показывал Рэю пару дней назад. Невероятно болезненный прием, когда переносится весь вес тела. Если не постучать по полу, то можно сломать шею. И вот еще раз. Кэнсо Грейси. Как видите, очень сознательный спортсмен. Вы видели руку по голове, и он подняет его весом, и он просто подняет интенсивную силу в руку. Очень здорово. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok